Границы партнерства расширены. Теперь они вышли за пределы полярного круга. Делегация Чувашии побывала с рабочим визитом в Мурманской области. В его рамках глава региона Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве и встретился с моряками, уроженцами республики. На самой крайней точке страны побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Официальный визит Чувашской делегации в Мурманск начался с рабочих встреч на высшем уровне. Первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин отметил, что у регионов сложились давние связи. Сейчас здесь проживает порядка 4 тысяч уроженцев республики. Более 20 лет назад в Мурманске сформировалась Чувашская культурная автономия. Власти обоих субъектов заинтересованы в расширении сотрудничества. Только в прошлом году товарооборот составил 60 миллионов рублей. И он будет увеличиваться. Для Чувашской республики это 43-е по счету соглашение о партнерстве с регионами страны. В этом документе прописаны конкретные задачи и планы. Сейчас мурманские особенно нуждаются в современной электротехнике. В области продолжается модернизация тепловых сетей. Разработки чебоксарских заводов необходимы для строительства инновационных энергообъектов. Сегодня на 80% это мазут привозной. Это все очень дорого. И мы сейчас активно работаем с инвесторами с тем, чтобы через традиционные соглашения модернизировать наше хозяйство. Наша вообще голубая мечта, поскольку у нас избыток электроэнергии, то постепенно там, где возможно, переводить все на электрическое тепло. Бизнесменов республики пригласили посетить международную деловую неделю. Она состоится в Мурманске в ноябре этого года. Но делегация области в Чебоксары может приехать уже летом на ежегодный фестиваль «Родники России». С гастролями в самую крайнюю точку страны намерены отправиться и артисты Чувашского театра оперы и балета. Культурные связи регионов будут расширяться. Мы, когда развиваем наши межрегиональные связи, мы становимся еще сильнее. И Россия становится еще сильнее. Это самые главные, ключевые вещи, когда органы власти понимают друг друга, ездят друг к другу и создают для всех самые лучшие благоприятные условия. После деловых переговоров Чувашская делегация отправилась в город Полярный. Полярный кажется, что обычный город, но попасть сюда можно только по пропускам. Закрытый режим в муниципалитете действует не случайно. Именно здесь базируется Кольская флотилия. Чувашская делегация приехала в Мурманскую область накануне Дня подводника. Этот праздник за Полярным кругом отмечают и уроженцы республики. Более ста юношей из Чувашии сейчас служат на авианосце адмирал Кузнецов. В состав Северного флота входит и базовый тральчик Ядрин. Он назван в честь города республики. Администрация муниципалитета на протяжении 16 лет шефствует над кораблем. Большое спасибо товарищам, вашим землякам республики, которые в Мурманской области проживают у нас. Мы с ними много достаточно контактируем, они нам помощь оказывают, дают интересные концерты, советы иногда, когда нам потребуется. На Ядрине служат по контракту и уроженцы республики. Сергей Тимофеев – главный корабельный старшина. Для него служба на базовом тральчике – почетная миссия, ведь он родился в городе Ядрин. Призвался на срочную службу и, прослужив два года, понял, что это мое, что это мне нравится. Заключил контракт, служу здесь 12 лет. Город, что служу на корабле, который называется в честь моего города. По контракту в составе тральчика Ядрин служит и уроженец Батревского района Александр Колосов. Служил третий год, самый младший, старший товарищ, земляки помогают. Сергей в первую очередь помог мне там, освоится. Также служба идет хорошо, выполняем различные задачи, важные. Только в прошлом году на Северный флот из Чуашии было призвано более 70 юношей. Командиры Кольской флотилии говорят, что уроженцы республики служат достойно. На их премьерах намерены воспитывать и кадетов. В Полярдом они будут проходить стажировку. Глава региона договорился о реализации совместных программ по патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов, Республика из Мурманской области.